Недельная глава И почти такое же название этой недельной главы. И начинается она так. И говорил Бог Моисею и сказал ему, я Господь, являлся я Аврааму, Исааку, Иакову с именем Бог всемогущий, а с именем моим Господь не открывался им. И здесь Бог говорит, что впереди будет происходить что-то особенное. Я открою свое новое имя, которого я не говорил, не открывал ранее. Под новым именем, которого не знал Авраам, Исаак, Иаков. И это будет новая грань Бога, проявятся его новые качества, которые раньше были неизвестны. И далее мы видим, что Бог подтверждает свой завет. Бог говорит о том, что увидел стенания сынов Израилевых, увидел их страдания, увидел то, что они уже изнемогают, они уже на грани. И Бог говорит, все, пора, пора выходить из этого рабства, пора выходить из Египта. И Бог говорит Моисею и Арону, пойдите к фараону и возьмите с собой жезлы свои. И так они и сделали. И когда они пришли к фараону, Арон бросил свой жезл на землю, и этот жезл превратился в змею. Тогда фараон позвал своих колдунов, и они сделали то же самое. Мы тоже так можем. И фараон, он решил посмеяться над ними. Они тоже сделали колдуны. Также бросили свои жезлы, появились змеи. Но жезл Аарона, он поглотил змеи этих колдунов. И фараон, он отказался отпустить евреев. И до этого, мы помним, уже они приходили, приходили Моисей с Аароном, прося, чтобы отпустили их, отпустили евреев поклониться Богу. Но фараон, он был очень упрямый, и в своем наглом упрямстве, в своей безнаказанности, он сказал, кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля. Я не знаю Господа, и евреев не отпущу. Это было богохульство. И фактически, вот этими словами, фараон запустил процесс самоуничтожения. Он еще об этом не знал. Фараон фактически бросил вызов самому Богу. Но он еще не понимал, с кем он связался. И мы знаем, что Египет, это была страна, которая, она, в этой стране было очень много колдовства, очень много демонических сил действовало в Египте. Поклонялись идолам. И Бог, Бог решил посрамить этих идолов. И Бог сказал, все увидят, что я Господь. Все увидят. И евреи, и неевреи. И египтяне, и евреи. Все увидят, что я Господь. Для каждого это будет свое действие. Для евреев это будет подкрепление. Для египтян это будет наказание. И здесь, далее мы видим всем нам известную историю о казнях египетских. То, что мы вспоминаем в Песах, на пасхальном седре. И далее Бог говорит, пойди завтра, когда фараон выйдет к реке, пойди завтра тоже к реке. И когда фараон выйдет, ударь посохом по воде, и вода превратится в кровь. Пришли Моисей с Аароном, Аарон бьет своим жезлом по воде, вода превращается в кровь, вся рыба погибает, воду невозможно пить. И тогда колдуны, они, а мы тоже так можем. И вот они, наверное, нашли где-то чистую воду, и они тоже повторили этот подвиг. На самом деле, они этим еще усугубили ситуацию для себя. Следующая казнь, это были жабы. Происходит подобная ситуация. Приходят Моисей с Аароном, предупреждают о том, что если не отпустишь нас, придут жабы, они будут везде. Фараон не послушался, не придал значению. И тогда фараон просыпается, вокруг жабы, на кровати жабы, с кровати слезает, наступает на жабы, они верещать начинают эти жабы. То есть это мерзость. Во всем доме фараона жабы, по всему Египту жабы. Даже в квашне пишется в Писании жабы. И тогда, тогда колдуны Египта, они говорят, а мы тоже так можем. И вот они, наверное, возможно, это не сложно сделать. Бросили какое-то вещество в воду, и тогда все оставшиеся жабы, они тоже выбежали из воды. И этим еще, опять же, усугубили ситуацию. И тогда фараон начал просить Моисея, чтобы он помолился, чтобы жабы ушли. И помолился Моисей, и жабы все ушли. И тем самым Бог посмеялся над колдунами. То есть жабы не могли вывезти, а вот убрать уже колдуны их не смогли. И интересное место в книге Езекииле есть. Фараон, он считал себя Богом. Он считал себя Богом, Богом крокодилом. Было такое божество в Египте. И в книге Езекииле есть место, которое очень хорошо так отражает ярко этот момент. И так говорит Господь, я произведу суд над всеми зложелателями их вокруг них. И узнают, что я Господь, Бог их. Их это евреев. Сын человеческий, обрати лицо твое к фараону, царю египетскому, и из реки пророчества на него и на весь Египет. Говори и скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя фараон, царь египетский, большой крокодил, который лежа среди рек своих, говоришь, моя река, и я создал ее для себя. Но я вложу крюк в челюсти твои, и к чешуе твоей прилиплю рыбу из рек твоих, и вытащу тебя из рек твоих, со всей рыбы у рек твоих, прилипшую к чешуе твоей, и брошу тебя в пустыне, тебя и всю рыбу из всех рек твоих. Ты упадешь на открытое поле, не уберут и не подберут тебя на съедение зверям земным и птицам небесным, и узнают все обитатели Египта, что я Господь. И после каждой казни Бог говорил, и узнают все, что я Господь. Все увидят, кто на самом деле является Богом. И мы знаем из Писания то, что Бог, Бог, Он гордым, что? Противится, а смиренным дает благодать. И из Писания также мы знаем, что Моисей, Он был кратчайшим человеком на земле. Он смиренно ходил перед Богом и был послушен Богу, очень послушен. Дай Бог нам быть такими послушными. Правда, совершил когда-то одну ошибку, но все мы люди. Упаси Бог нас от ошибок, которые могут нам навредить. И далее продолжались казни, продолжались казни, так как фараон не отпустил евреев. И потом были следующие две казни. Вши и пёси и мухи, ну это оводы, насекомые, которые очень сильно жалили. Они разгонялись и вонзали жало в свою жертву. Это было просто нашествие. И вот уже начиная с вот этих казней, уже не могли повторить колдуны этих казней. И тогда колдуны сказали, это перст Божий. Но вообще-то, вообще-то колдуны, они считали Моисея очень сильным колдуном. Они увидели, ого, какой он продвинутый в колдовстве. А у них было своё извращённое понимание. И вообще жрецы, жрецов выбирали из первенцев. Из первенцев, то есть первенцы, когда раздался первенец у египтян, они посвящали этого мальчика, они посвящали жрецом. Он становился жрецом, колдуном. И был посвящён во все эти бесовские премудрости. И именно жрецы, вот эти колдуны, они особенно издевались над евреями. Они проявляли особую такую бесовскую ряность для того, чтобы вредить евреям. За что впоследствии мы узнаем в следующей главе все первенцы Египта и были поражены. Далее произошли следующие две казни, а они одна за другой. То есть это был мор скота и нарывы, язвы, они немного похожи между собой. Также фараон не отпустил евреев. Сначала он смирялся, но потом передумывал. И далее приходит Моисей и предупреждает фараона. Говорит, что если ты нас не отпустишь, выпадет град. Это будет очень сильное поражение. Но фараон не послушался. И тогда Бог подтвердил. Подтвердил свою силу над всеми силами египетскими. При каждой казни над всеми этими стихиями у них, у египтян, у них были свои идолы, свои башки, свои лже-боги. И каждый раз Бог показывал свою силу, свое могущество над этими идолами. И Бог, мы помним, в Писании пишется, что Бог посмеивается над человеком, который противится Богу. И он посмеялся над этими идолами. И седьмая казнь. Седьмая казнь в этой главе – это завершающая казнь. Казней всего было десять. И когда это произошло, когда упал град, причем град был с огнем, было очень сильное поражение. Тот, кто не спрятался, то он был поражен. И интересно, что те из рабов фараоновых, которые убоялись Слова Господня, поспешно собрали рабов своих из стада свои в домы. То есть они попрятались в домах, и они остались живы. Но те, кто не послушался, они все погибли. То есть фактически падали, с неба падали камни. И тогда, тогда фараон в первый раз по-настоящему испугался. Тогда фараон, к нему пришла такая мысль. И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им, на этот раз я согрешил. Господь праведен, а я и народ мой виновный признал свою вину. «Помолитесь Господу, пусть перестанут громы Божий и град, и отпущу вас, и не буду более удерживать». Моисей сказал ему, «Как скоро я выйду из города, простру руки мои Господу, громы перестанут, и града более не будет. Дабы ты узнал, что Господня земля, но я знаю, что ты и рабы твои, не убоитесь Господа Бога». И увидел фараон, что перестал дождь, и град, и гром, и продолжал грешить. И отягчил сердце свое, сам и рабы его, и ожесточило сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых, как и говорил Господь через Моисея. И я еще прочту место, что-то похожее. Очень часто повторялись подобные события, впоследствии они много раз повторялись. И в псалмах поется, интересно, что поется, в псалмах, в книге Псалтырь, что Бог совершал милость, милость для своего народа этим самым. Ибо вовек милость его. Есть такой псалм, где очень часто повторяются эти слова. И в книге «Деяниях апостолов» в 12 главе рассказывается история об Ироде. Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал, это голос Бога, а не человека. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу. И он, быв изъеден червями, умер. Страшная смерть. То есть человек не воздал славы Богу, он принял все это на себя. И мы видим в 16 книге откровение, что что-то подобное египетским казням будет происходить, когда на землю будет изливаться чаша гнева, ангелы будут изливать чаши гнева. Но большинство людей, они, увы, не смирятся перед Богом и будут хулить Бога. И из-за этого будут погибать. Но не все так глупы. И мы помним, в книге «Даниила» был такой царь Навуходоносор. И этот царь, он вовремя остановился, он вовремя понял. Очень был грамотный человек. Создал огромную империю из 128 стран, их завоевал. Вы, наверное, слышали такое чудо света «Висячие сады». Это тоже его проект. И он этим, конечно, гордился, что он такой царь, что он такую хорошую экономическую систему создал. И в книге «Даниила», это 4 глава, царь сказал, «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства за силою моего могущества и в славу моего величия». Еще речь эта была в устах царя, как был с неба голос, «Тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя». И хотя царь был предупрежден, что будет за год до этого, но он забылся и, увы, увы, он получил то, что должен был получить за свои слова. И вот мы помним эту историю, он был как животное, как зверь, и ходил целый год так. «Но по окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, и восхвалил, и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат, по воле своей он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратилась ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю и превозношу и величаю царя небесного, которого все дела истины, и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо. Всякий, кто будет претендовать на место Бога, будет наказан. И об этом это недельная глава и последующая глава. Аминь.